Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас я хочу вам дать небольшой совет по организации рабочего места. Когда мы с вами заканчиваем какой-либо проект, у нас на столе, как правило, творится художественный беспорядок. То есть мы все, чем пользовались в процессе вязания, раскладываем перед собой, чтобы было удобно пользоваться. Но как только мы закончили вязать изделие, я очень настоятельно рекомендую все разложить по местам. Декеры в свое отделение, линейки в свое, пряжу убрать отдельно. Потому что, когда мы с вами начинаем взять следующее наше изделие, большая часть из этого оборудования и пряж, и инструментов нам не понадобится. Нам нужны были какие-либо другие инструменты. Убрали все на место. И теперь, когда мы с вами начнем взять следующее изделие, мы будем пользоваться совершенно другими инструментами и пряжами. Поэтому оставляйте в достигаемости те инструменты, которые вам понадобятся. Как правило, это шильца, петлюловитель, линейка, ножницы, пряжу. Доставайте пряжу всю, которую вы будете использовать в процессе вязания изделия, и раскладывайте перед собой, либо в досягаемости, недалеко от рабочего места, чтобы не надо было ее подыскивать и ходить за каждым моточком. Уверяю вас, совет кажется очень простым, но на самом деле он работает. И вам гораздо проще будет вязать, легче. Чем чище наше рабочее место, тем проще нам создавать свои шедевры. Если вам это видео было полезно, пожалуйста, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания. Мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.